Мир вам, дорогие братья и сестры! Давайте мы откроем Исайю, 21 глава, 6 стих. «Ибо так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Пусть он сказывает, что увидит. «Вчера, а также сегодня утром, мы уже спрашивали одного из бодрствующих сторожей Ветхого Завета, самого Исайю, «Что ты видишь, сторож?» И он ответил, вы помните его ответ? «Приближается утро, но еще ночь». И наши братья, уже хорошо потрудившись, они объяснили, что это значит. И как мы должны бодрствовать, да, мы спасенные верующие люди, потому что ночь еще есть, приближается утром, но еще ночь. И эта ночь будет темнее и темнее. А теперь давайте мы спросим еще одного бодрствующего стража уже Нового Завета. Да, апостол Павел, он тоже был стражем, и в послании к римлянам, 13 главе, 11 стихом, он говорит уже, что он видит среди нас, верующих. Да-да, не только в этом мире, не только что делается за дверями церкви, он говорит прямо, что он видит, делается у нас. Давайте мы будем внимательно смотреть, и это слово тоже сегодня уже прозвучало. 11 стих. Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Апостол Павел говорит мы, нам нужно пробудиться от сна, потому что наступил час. Он не исключает себя из этого числа, к кому он направляет это слово. Этим самым он говорит, и я подвержен той же самой опасности. И я это вижу, что и на меня этот сон готов напасть. Нам всем надо бодрствовать. Сегодня ночью произошел очень интересный случай в том доме, где мы отдыхали. Там жена в этом доме, она смотрела в записи вот вчерашнее наше вечернее служение. И затем отправила компьютер в этот спящий режим. Молодежь, вы знаете, да, что такое спящий режим? Мне нужно объяснять долго. И вот посреди ночи внезапно, самопроизвольно этот компьютер вышел из спящего режима. Ну, я думаю, что этот компьютер тоже был верующий. И, наверное, он проникся нашей вот этой темой до того, что он сам пробудился буквально посреди ночи и стал дальше транслировать это собрание вчерашнее вечернее. Представьте, среди тишины ночи, когда все спали в этом доме, вдруг грянул хор, и Николай Григорьевич начал призывать к молитве. Там спать больше не было невозможно. Все проснулись. Через некоторое время компьютер успокоился, и опять все заснули. И он опять проснулся и опять снова начал транслировать. Это продолжалось, не знаю. Мне показалось, что он несколько раз так вот включался и выключался, включался и выключался. Если уже компьютер начал выходить из спящего режима, братья и сестры, наверное, это знак, что нам тоже пора. Друзья, хочу ободрить вас. Хор, продолжайте петь. Николай Григорьевич, продолжайте призывать к молитве. Даже среди ночи вы нас поднимаете. Это правда. И еще один момент. Когда мы утром вспоминали этот случай, все рассказывали о том, как они быстро все пробуждались, потом снова засыпали, потом снова пробуждались. Я подумал, да. А ведь, наверное, только на наших собраниях вот очень часто мы пробуждаемся. И так же легко снова засыпаем, когда собрание прошло, как и мы все заснули. До этого спали, пробудились, порадовались и снова заснули. Снова пробудились, порадовались и снова заснули. Как хотелось бы, чтобы не только на собраниях, не только при призыве и слове и пении хора, но всегда мы были в этом состоянии. И еще другая мысль. Я подумал, что это не так уж страшно, когда посреди ночи тебя будет хор. Но, наверное, и вы согласитесь с этим, намного страшнее, когда посреди служения, прямо посреди служения, многие из нас могут находиться в состоянии ночи или сна. Об этом же говорит апостол Павел. Он говорит, нужно проверить себя. Этот час настал. Нам нужно пробудиться от сна. Итак, мы посмотрели на стражей бодрствующих, и мы посмотрели на то, как легко уснуть. Да, есть стражи и заснувшие. И есть еще третье состояние стража. Вы помните, что случилось при воскресении вот около той гробницы с камнем, где был наш Господь? Что случилось с теми стражами, стерегущими, когда явился ангел и произошло землетрясение? Мы читаем об этом Матфея, 28 глава, 4 стих. «Устрашившись его, стерегущие стражи». Что с ними сделалось? Вы помните? «Они пришли в трепет и стали как мертвые». Я заинтересовался этим выражением. «Они стали как мертвые». Друзья, а что хуже? Стать как мертвый или быть как живой? Да, кажется, на первый взгляд и то, и другое выражение – плохи. И стать как мертвым, и быть как живой – все плохо. Но быть как живой – это намного более худшее состояние. И я хочу вам это пояснить. Мы не сильно тревожимся над тем, что эти неверующие стражи, которые охраняли гробницу, они устрашились и от страха были парализованы. И Писание точно говорит, что это паралич, временный паралич, внешний, физический паралич был как мертвые. Но почему нас не тревожит, что прямо в наших церквах, прямо сейчас в наших рядах, многие христиане могут быть как живые? Это значит, что они смотрятся еще как живые. Вроде бы ты с ними беседуешь, но истинное духовное состояние. Об этом мы читаем в книге «Откровения», 3 глава, 1 стих. «Ты носишь имя, будто жив, но ты каков? Но ты мертв». Какие страшные, но точные слова одной из церквей книги «Откровения». Вдумаемся в них. «Ты носишь имя, будто жив» – это имя христианин, но по-настоящему ты мертв. И заметим, Господь говорит эти слова не просто нескольким людям в церкви, Он говорит это всей церкви. И мы читаем дальше, что да, действительно, почти вся церковь находилась в таком состоянии, за исключением нескольких еще живых, которым Господь говорит «утверждай прочее, близкое к смерти», и нескольких близких к смерти еще живых, но приближающихся к этому мертвому состоянию. А теперь самый главный вопрос. Как они пришли к такому состоянию? Как мы сегодня можем оказаться в таком состоянии? Ответ. Послушайте. Очень легко. Незаметно. И практически естественно. Но как это возможно с нами, верующими людьми? Далее я хочу вам это проиллюстрировать на одном жизненном примере. Часть первая, часть этой иллюстрации, будет направлена больше к неверующим людям. Но вторая часть иллюстрации будет направлена ко всем нам, верующим. А также после этой иллюстрации я хочу обратить внимание на четыре пункта, которые иллюстрируют то, как человек попадает в это состояние. Наверное, все из вас знают, что произошло с «Титаником». Правда, молодежь? Но мало кто знает, что произошло уже в наши дни с «Балтийским титаником» наших дней. Послушайте внимательно. 28 сентября 1994 года на Балтике случилась трагедия с паромом Эстония. Это огромный корабль, который в это время выходил из Таллина в Стокгольм. Ему нужно было проплыть через Балтийское море. В тот день был сильный шторм и сильный ветер. Но корабль был огромный, и для него это не представляло угрозы. Было более тысячи людей на борту, было огромное количество грузов, очень много автомашин. И этот корабль отправился в свой последний путь. В полночь, как и на том «Титанике» более ста лет назад, люди веселились. Были открыты бары, казино, дискотеки. Люди веселились на полную. И очень мало из них, это потом свидетельствовали выжившие, мало из тех, кто вот так веселился, обратили внимание на какие-то металлические удары, которые были постоянно сопровождали этот корабль. И только эти несколько людей, которые обратили внимание на эти удары, они встревожились. А позже эти уже встревоженные люди заметили и запоздавший сигнал тревоги. Да-да, те, которые не обратили внимания, продолжали веселиться, даже сигнал тревоги не услышали. Что же было на самом деле? Запорный механизм центральных носовых ворот, это были огромные ворота в носу корабля, когда корабль приплывает, эти ворота поднимаются, и прямо через них заезжают автомашины внутрь, в трюм корабля. Центральный механизм этих запорных ворот, он был неисправен. И это было бы ничего, если бы не был этот ужасный шторм. Шторм был прямо по носу корабля. Он бил в эти носовые ворота, и механизм начал еще больше ослабевать. Наконец, ворота отошли от корабля. Через щели начал поступать вода в трюм корабля, и ворота начали бить с каждым ударом волны. Это и был тот металлический звук, на который не все обратили внимание. Еще какое-то время, и ворота вырвало. Представьте себе, огромный корабль с огромной пробоиной в носу, который идет прямо по волнам, и с каждой новой волной в трюм корабля попадает огромное количество воды. Тот «Титаник», который затонул более ста лет назад уже, он продержался более двух часов на воде. Этот «Титаник», «Балтийский Титаник» наших дней продержался всего лишь полчаса. Огромное количество воды начало поступать в трюм. Да, запоздалый сигнал тревоги услышали не все люди. Не все обратили на него внимание, как, наверное, и сегодня, когда зазвучал сигнал тревоги. Не правда ли? Мы очень расслабленные люди в этом мире. Мы надеемся, что все будет хорошо. Друзья, и только те, которые раньше уже были встревожены и услышали сигнал тревоги, успели подняться на верхние палубы, одеть спасательные жилеты, занять места в шлюпках или спасательных плотах или просто прыгнуть с борта, когда уже пошел сильный крен этого корабля. Эти только люди смогли и спастись. Более 700 человек, не обративших внимание свое на эти сигналы, погибли сразу вместе с кораблем. Дорогие друзья, я обращаюсь к тем людям, которые, может быть, находят себя еще в этом состоянии. Да, мир нас веселит. Он приглашает нас к этому безудержному веселью прямо посреди ночи. Не обращаешь внимания на удары, которые Бог посылает тебе в твоей жизни. И не слышишь предупреждающего сигнала благой вести, которая сегодня звучит, но наш слух не настроен на нее. Погибнешь вместе с этим тонущим кораблем. Дорогой друг, сегодня услышь эти удары. Посмотри внимательно, как Господь уже тебя тормошил в твоей жизни. И услышь этот сигнал радостной вести. Протяни руку к твоему Спасителю. Это единственная возможность спастись с этого тонущего гигантского корабля, который называется этот мир. Мы говорили к неверующим. А теперь верующие. Послушайте внимательно, что случилось дальше. Те люди, которые спаслись и заняли свои места в шлюпках, кого-то доставали уже из воды промокших и продрогших, но они были спасены. Таких было более 250 человек еще. И люди измученные, уставшие, напереживавшиеся в этой ночи, они, кажется, теперь обрели свое спасение. Вот оно, спасение. Спасены. Слава Богу. И мы с вами, которые вышли из этого тонущего мира, мы тоже заняли свои места в ковчеге церкви, в ковчеге спасения. И нам тоже кажется, ну теперь-то можно успокоиться, мы уже спасены. Послушайте внимательно. Никто даже не мог предположить, предположить, что вот сейчас начнется для спасенных этих 250 человек, которые оказались в спасительных плотах и шлюпках, что сейчас для них начнется борьба не на жизнь, а на смерть. Появился враг, реальный враг, который вел каждого человека к неминуемой гибели. Как вы думаете, что это могло быть? Может быть, это сильный ветер и шторм. Да, они представляли опасность, но не настолько, чтобы лодки могли быть опрокинуты. Ни одна лодка не была опрокинута штормом или ветром. Может быть, это был холод и дождь. Да, они представляли опасность, но каждая лодка и плод были снабжены брезентом, можно было укрыться от дождя и были даже одеяла, что можно было согреться. И при необходимых условиях можно было спастись. Может быть, это был голод и жажда? Нет, каждая плод и шлюпка были снабжены запасом воды и провизии, и нужно было продержаться только до утра. Да, при ветре и шторме вертолеты и спасательные суда не могли подойти близко, но примерно уже восемь в девять часов достали последнего спасенного, и все были спасены. Мы не поверим. Я тоже сначала не поверил. В это трудно представить. Но самым главным врагом, который вел каждого из спасенных уже в плотах и шлюпках, каждого из них вел к неминуемой гибели, это был обыкновенный сон. Да-да, сон. Люди, измучившиеся, продрогшие, уставшие, они, почувствовавшие себя в безопасности, стали потихонечку дремать и засыпать. Этого делать было категорически нельзя. При той температуре воздуха даже человек, который закутался одеялом, если он бодрствовал, он еще мог выжить. Если он начинал засыпать, температура тела быстро опускалась на 6 градусов. Наша температура должна быть 36,6. Если температура падает у человека до 30 градусов по Цельсию, это состояние называется гипотермия. Есть такой медицинский термин, который означает смертельное переохлаждение. Выжившие, те, которые остались еще в живых, которых спасли, они говорят, никогда в жизни, послушайте, никогда в жизни мы не испытывали такой сильной борьбы со сном, как было в тот момент в этих шлюпках. Это был самый коварный и опасный враг. Послушайте, что рассказывала одна спасенная девушка. Ветер и волны стали постепенно затихать. Мне вдруг стало так тепло и хорошо в шлюпке. Я увидел разноцветные огни спасательных судов, которые пришли к нам на помощь. Все было так приятно. И вдруг кто-то прокричал мне на ухо. Проснись! Немедленно проснись! Я открыла глаза и ужаснулась. Сильный ветер и шторм продолжались. Не было никаких спасательных судов. Это был только сон. Я спросила, мы ведь уже в безопасности. Мы ведь уже спасены. Почему нельзя поспать? Я так устала. На что тот человек прокричал мне в ухо. Сон – это смерть. Делай все, чтобы только не заснуть. Он и других людей будил и тормошил. Послушайте, многие люди были этим недовольны. Они его ругали. Они его поносили. Но он не обращал внимания. Он продолжал будить всех людей в этой шлюпке. Спасательные корабли и вертолеты из-за сильного шторма могли прийти на помощь только под утро. Послушайте следующую статистику. Через четыре часа после крушения судна еще не наступил рассвет. Четыре часа. Одна треть всех спасенных людей заснули в шлюпках. Они смотрелись еще как живые. Вот только я что с ним разговаривал или разговаривала. Он только что еще что-то отвечал. Но заснувши, этот человек по-настоящему был уже мертв. Утром, когда поднимали с этих плотов и спасательных шлюпах людей, спасатели были удивлены. Около половины всех людей, которые так спаслись с корабля и, кажется, обрели спасение, были заснувшие. Казались совершенно как живые. Живые, и некоторые даже еще не успели остыть до конца. Но все они были полностью мертвые. Окончательная цифра всех спасенных было только 137 человек из тысячи тех, которые выплыли. Нам тоже так хочется расслабиться на борту нашего спасительного ковчега церкви. Мы ведь уже спасены. Так хочется отдохнуть. Все так спокойно, радужно и приятно. Духовный сон овладевает верующими совершенно незаметно. Сколько в наших церквях духовно заснувших людей. Они смотрятся еще как живые. Да ты еще только с ним разговаривал или только что разговаривала. Но он уже на самом деле, это может видеть только Господь. Он может быть еще как живой, но по-настоящему состояние мертв или близок к смерти. Поэтому слова ободриться, бодриться в разных вариантах встречаются в Писании, вдумайтесь, 37 раз. А повеление бодрить в Новом Завете 15 раз. Если бы не было для нас верующих реальной опасности, разве нужно было бы это так часто повторять нам? А теперь интересный момент. Четыре момента. Четыре признака, как наступление этого сна, как о них рассказывали сами выжившие люди. Послушайте, и мы проводим здесь параллель с духовным сном. Первое. Вот что говорили эти люди. Первый самый признак наступает некоторое безразличие к действительности. И это самый первый признак наступления духовного сна. И духовно, это тоже самый первый признак безразличия к слову, как мы слышали, к благовестию. Да, я согласен с этой цифрой. 90% в наших церквах могут людей не благовествовать. Проверьте себя, когда последний раз кто из нас говорил, благовествовал людям. Безразличие к молитве, к собранию, даже к христианскому пению. Один брат как-то заболел, остался дома и смотрел запись служения. И он говорит, я был поражен. Когда было общее пение в собрании, и камера, она начала показывать зал, он говорит, я был поражен. Примерно одна треть людей в нашем собрании стоят и не поют. Просто как мертвецы. Да, они вроде бы живые, они стоят, глаза движутся, но ни сердце, ни уста больше не поют. Одна треть наших людей, а может даже и больше. Если сердце уже не поет, то в каком состоянии тогда ты находишься, дорогой друг? Если сердце не тянется ни к слову, ни к молитве, ни к собраниям, ни к благовестию, ни к христианскому пению, то в каком же мы собрании, дорогие братья и сестры? Если кто-то себя сегодня находит, и сердце перестало гореть любовью и гореть духом к этим вещам, тогда пробудись немедленно. Так и говори сегодня Господу, проси прощения и проси, чтобы Господь тебя оживил. Второй признак. Хочется полежать и ничего не делать, найти местечко потеплее и перестать шевелиться, потому что каждое, даже самое малое движение, причиняет боль в усталых мышцах. Хочется, чтобы никто не дергал, не задевал и не будил. Это второй признак и духовного сна. Помните, говорит Священное Писание, «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и что дальше будет? Не давай сна глаза твоим, дремание веждам твоим, спасайся, как серна и из руки, и как птица из руки птицелова». Притча 6 глава. А вот еще одна статистика. Она говорит о том, что в наших славянских церквах до 80% людей не служат и не участвуют ни в каком служении. до 80% в церкви. В каком же состоянии находятся те люди, которые ни в чем не участвуют? Что это как несостояние духовного сна? Помните, в тех шлюпках люди, знающие о смертельной опасности сна, они заставляли людей что-то делать, вычерпывать воду из шлюпки, грести, заботиться о тех, кому плохо. Послушай, дорогой брат или сестра, служение нужно даже не столько Господу, сколько нам самим, потому что, когда ты что-то делаешь, ты находишься в бодрствующем состоянии. Тяжело заснуть, когда ты что-то делаешь, не правда? Не правда ли? Это и физически, в физическом смысле это правильно, и в духовном то же самое. Но здесь нужно, нужно сделать одну пометочку. Не просто физическая активность нужна, нужно именно духовное служение. Некоторые христиане сегодня, зная об этой опасности, и даже целые церкви пытаются расшевелить себя плясками или веселыми песнями. Послушайте, против духовного сна это все бесполезно. Можно прыгать и плясать пред жертвенником Ваала, помните, как те лжепророки, но духовно быть полностью мертвыми. Против духовного сна действительно, именно, действенно, духовное служение, которое заставляет тебя стоять на коленях, плакать, бодрствовать, молиться. Один проповедник говорит, меня назначают на проповедь, и я знаю, что мне нужно готовиться всю неделю, это так сильно заставляет меня бодрствовать, я стою почаще на коленях, и очень часто со слезами, я прошу Господа, чтобы он мое сердце наполнил, а когда меня не назначают на проповедь, я чувствую, что целая неделя прошла, и я начинаю потихонечку духовно дремать. Дорогой брат и сестра, совершай духовное служение, которое заставляет тебя стоять на коленях и бодрствовать, в усердии не ослабевай, духом пламеней, и Господу служи. третий признак – это потеря чувствительности. Выжившие рассказывали, что в какой-то момент ты перестаешь чувствовать боль, становится так хорошо телу, ты не чувствуешь ни холод, ни боль, разливается некая теплота по телу, и так приятно. Это третий признак смертельного и духовного сна. Также и при смертельном духовном сне скажешь «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал» притча 23-35. Духовно мы все более и более, и это все замечают, мы теряем чувствительность ко греху, ко злу и к этому миру. Совесть наша очень часто тоже перестает реагировать на это. Отсюда и все эти сегодняшние вопросы. Мне часто приходится ездить по церквам, и я слышу везде одни и те же вопросы от молодежи, от среднего возраста. А почему это нельзя в церкви? А почему это нельзя одеть? Или это нельзя сделать в церкви? Я хотел бы сказать, дорогой брат или сестра, если ты потерял чувствительность, что можно и что нельзя христианину, что можно и что нельзя в церкви, то в каком же состоянии мы сегодня находимся? Потеря чувствительности ко греху, ко злу, когда совесть больше не кричит, это следующий признак очень важный. Ну и последний, последний признак, четвертый, воображение начинает рисовать радужные картины, которые затем переходят уже в сновидение. Помните, как у той засыпающей девушки? Ей казалось, что пришли уже спасательные корабли с такими красивыми огоньками, все затихло, никакого бури и шторма нету, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты, притча 23-34. Дорогой друг, если пред твоими глазами радужные огоньки этого мира, которые тебя успокаивают, которые такие приятные, никакой бури и шторма, кажется, нету, проснись, пробудись, по-настоящему ты находишься прямо посреди бури. И если ты этого не видишь, ты находишься уже давно в глубоком и смертельном сне. Сегодня не раз уже пели и хор, и группы о бушующем Житейском море. У нас есть замечательный гимн. Страшно бушует Житейское море. Сильные волны качают ладью в ужасе смертном, в отчаянном горе. Боже мой, Боже, к тебе вопию. Мы думаем, что этот гимн только про времена гонений? Нет, дорогой друг. Во времена гонений бодрствовать было легче. Это говорят все, которые пережили времена гонений. Само время гонений заставляло людей быть ближе к Господу. Как бежали к Слову, как ценили Его, как дорожили собраниями. Когда наступает свобода и успокоение, вот этот момент, решающий для церкви, этот момент самый опасный. Друзья, и этот гимн не только тогда про период гонений. Прямо сейчас мы находимся посреди этой ужасной бури. Почему не видим? Да потому, что глубоко заснули. Подведем итог. Апостол Павел говорит, никому-нибудь он говорит и себе, и всем нам. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Римлянам 13, 11. И еще Ефесянам 5, 14. Встань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. И опять это не только к неверующим. Это стих направлен и к нам верующим. И здесь Павел точно говорит, что духовный сон сопоставляется с мертвым состоянием, потому что очень быстро ведет к этому мертвому состоянию. Что нужно сделать? Нужно осознать, в какой опасности мы находимся. И братья об этом уже говорили. Второе, что нужно осознать, что в нас самих жизни и бодрствования нет и быть не может. Бодрствование, жизнь и воскресение это есть наш Иисус Христос. Если мы в Нем если мы держимся за Него всем сердцем мы бодрствуем. Если мы от Него только чуть-чуть отдаляемся нет никакой другой альтернативы. Мы тут же начинаем засыпать. Если мы не в Нем мы быстро засыпаем и угасаем. И можем носить еще имя будто живой и даже ходить на собрание кажется еще жив. Но если ты отдалился от Христа Господь видит настоящее твое состояние. Ты может быть близок к смерти, а может быть уже мертв. Сознавая эту опасность, давайте мы будем молиться сегодня в конце служения, чтобы нам держаться за Господа искренним сердцем, потому что только Он есть воскресение и жизнь. Сознавая эту опасность, псалмопевец в 118 псалме несколько раз повторяет одно и то же слово. Оживи меня, Господи, по слову Твоему. Да ты же псалмопевец, ты так о слове говоришь. Да не важно, как я о слове говорю. Я чувствую опасность для своего сердца и вижу, что я сам не могу себя держать в бодрствующем состоянии. Господь меня может держать в бодрствующем состоянии, если я крепко держусь за Него. Оживи меня, Господи, по слову Твоему. И еще Исайя 57, 15. Ибо так говорит высокий превознесенный, вечно живущий святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Человек смиренный и сокрушенный – это тот, который видит, что в нем силы нет. Мы не можем противостоять сами по себе ни этой тьме, ни этой ночи, ни опасности уснуть. Мы должны это признать. А признавшие, мы должны смириться и крепко ухватиться за нашего Господа, который один оживляет церковь свою, оживляет каждого из нас, оживляет наш дух и наше сердце. Итак, Он есть воскресение и жизнь, источник нашего постоянного оживотворения прямо посреди ночи и всех этих опасностей. Откроем снова для себя этот источник для души своей. И будем за него крепко держаться, и другой альтернативы нету. Оставишь его, отойдешь от него, уснешь и погибнешь. Поэтому давайте будем ободрять друг друга. Харисты, ободряйте народ Божий, братья, призывайте к молитве, несите слово, ободряем друг друга, благословляем и молимся друг за друга, и да поможет нам Господь действительно пережить эту ночь, дождаться этой звезды светлой и утренней, дождаться утра в бодрствующем состоянии. Аминь. Аминь.